добрый день дорогие друзья с вами снова некрас и добро пожаловать в mortal kombat 11 итак играем боевую лигу все еще сезон синей и первый матч я играю за джакса против саб-зира который очень так удачно получать от меня крашен в наказание за попытку поставить арктическую ловушку он тут еще раз ошибается в плане подката и в плане попытки дать не overhead на что и получать еще один крашен уже с помощью нагретых рук здесь уже он мне проводит ответный сокрушительный удар через захват и ой через захват через подкат и видите не дает мне выйти из угла с помощью арктической ловушки это фишка саб-зира такой вот вариации я пытаюсь выйти из угла но пока что тщетно и применяю комбинацию старший по званию для прессинга но похоже что у меня не это не срабатывает усиление захвата поэтому инициативу я теряю он снова менять со мной местами и ставит арктическую ловушку но теперь я уже его прошу в углу благо у джакса есть отличный средний удар 9 фреймовый это очень быстро так надо сказать что нижний удар саб-зира скорее всего пропустил из-за того что думал что я буду убить оверхедом и это вот срабатывает как видите а вот сейчас у меня не получился фейтал то есть я этот матч должен был выиграть но у меня не сработал фейтал к сожалению то есть я его нажал он не сработал поэтому надо попробовать еще раз репикать я пожалуй не буду ты доверяешь технологиям почему бы и нет саб-зира кибер инициатива так опять смотрите он рискнул с подкатом очень зря 9 фреймовые средние удары работают а вот это его основная техника стагер назад 3 и отход назад потом атака но как вы и писали в комментариях здесь он использует технику захвата вместе с арктической ловушкой 9 фреймовые к сожалению не достали я не успел наказать его за заморозку хотя должен был а вот с подкатами он честно говоря зачастил и он угадывает захваты хотя на самом деле это частный захват от меня был а попытка выполнить комбинацию старший по званию просто эта комбинация она начинается с высокого удара и поэтому я пытаюсь дождаться его подката но дожидаясь ногу и мне приходится ждать ведь он иметь плюсовые кадры а вот фейтон то ей не попал здесь кстати комбинацию я комбинацию я дропнул к сожалению там надо было по-другому немножко сделать там надо было на четвертом ударе примерно дровосяка делать а тут я уже за фуджины играю против кесси кей начинаю я более-менее удачно конечно с подката давить у меня толчок ветра я могу немножечко контролировать ее действия и мы видим что противник частенько прыгает этим нужно пользоваться ну и звонят меня стрельбой по коленкам у фуджина хороший контроль дистанции но к сожалению наказать ее на ее спешил пока не получается и она отправляет меня в угол причем заметьте она толчком плеча вышла из радиуса ветра на здесь мне конечно поки и захват помогают немного выправить ситуацию похоже что у меня метр закончился да так диск дистанцию я немножечко подправил и теперь мне нужно заново уже сближаться и потихоньку потихоньку атаковать ведь она постоянно прыгает и и вот крашинг с ветрами есть такое да нужно попасть двумя ветрами с разной дистанции и третий до на третьей дистанции тоже разный он дает вот такой крашен да я все еще я все еще не понимаю то что она прыгает часто эти прыжки пропускаю и вот ролл тоже был сейчас сделан очень внезапно именно поэтому он застал меня врасплох делаю сейфовую комбинацию и я уже начинаю понемножку понемножку анти эйрить но совсем понемножку и решаю рискнуть сделать подкат с фейтлом это работает так что не все так просто но это ведь только начало ведь должен быть еще один матч для победы в рейтинге нужно 2 2 победы вот тут я уже понемногу анти эйрю ногой четверочкой но правда не всегда получать среагировать на ее прыжки хоть они и предсказуемы когда ждешь прыжка от противника это очень отвлекает до прыжков очень много от нее чрезмерно много она постоянно постоянно пытается именно выпрыгнуть и она жмет кнопки как видите теперь уже у нее меньше здоровья чем у меня и она будет пытаться попасть по мне пистолетиком и напрыгнуть вот за это ее по идее надо наказывать но почему-то я не успеваю а вот здесь кстати что произошло интересная вещь произошла я перебил ей броню потому что фейтл из броня она была перебита а когда броня перебивается до скалирования урона как бы перезагружается на вот это наказуемые наказуемая связка удар по нее но там кстати есть крашинг тут я пытался анти эрить но к сожалению не успел среагировать слишком поздно я апперкот дал вы классический прессинг пуджиновский потихонечку на нашу чип демошей в блок да и иногда такие вот захваты делаю но иногда потому что на захваты сами знаете противники реагируют легко теперь самое главное удар не пропустить да вот здесь как раз я удар дал по сути в пустоту и из-за этого не успел восстановиться для контр-атаки и фейтала но вот на ее оверхеды я кстати реагирую вполне нормально успеваю лучше чем на прыжки из-за того что я во время приседания делаю вниз 4 она кстати иногда не попадает по мне с напрыжки но иногда здесь к сожалению она инициативу переняла на себя и это фрэншип ну и третий решающий матч с эти начало у меня такое довольно бодрое получается да я не стал доделывать удар потому что на противник может как раз его ждать для того что кейси постоянно прыгает я стараюсь не делать подкатов иначе она их просто перелетить как видите я жду ее этих прыжков и просто царапаю в блок а вот это в комбинации я зря не доделал удачно заинтересовал надо изворачиваться потому что комбинация у нее довольно больная так ну и у него очень фейтал неудобный надо сказать это ее подвело уметь как я схитрил вроде бы начало отступление но внезапно сделал вниз 4 из-за приема воздушный арсенал спешилка так вот он работает в воздухе но правда отсутствует option select к сожалению то есть это это минус этого приема здесь вот я решаю сделать гуляющего по небу с отменным захват и это работает но вот ее захвата порвать к сожалению у меня не получается она прыжки кесси продолжают на меня работать как и захваты а здесь я просто не угадал направление захвата ну и мне в общем-то надоели надоели ее захват и я решила просто читать и снова у нее фейтал никуда я решаю виду отсутствие вархедов у фуджина просто сделать внезапный квик-хоп что противника застала врасплох она не ожидала что я так сделаю поэтому удар был пропущен далее у нас игра закабала против кунглау который я смотрю не брезгует частенько пользоваться на телепортами также к сожалению у противника довольно-таки часто лагает а еще видно что он оверхедик это кушает и и неплохо рвет захват хотя вот от прессинга он начинает теряться так это была пауза опять захват но и захвата телепорт но на этот раз я его ждал и посмотрите какое болезненное наказание за один только телепорт который был дан очень даже зря очень рискованный неоправданно рискованный дайв кик который кстати я почему-то не наказал ой 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 а вот это он сделал очень зря потому что этот копье на арене она очень сильно мешает она очень сильно мешает потому что очень долго восстанавливается вы спрашивали почему редко использовать предметы на на арене игроки вот поэтому но мне так кажется но здесь у меня моего кабала нет проблем с данным матч апом то есть кунглау спокойно выигрывается но ему не хватает грамотных дайв киков он решает репикнуть на фуджина идет обмен ударами и вот его фишка наверно в том что он настолько настолько вот рискует когда выполняет свои приемы что он не читаемый потому что такое ощущение что противник сам толком не знает что он делает и поэтому прочитать его не представляется возможно здесь кстати он довольно грамотно отбил мой прессинг воздушный апперкотом хотя это конечно в идеале нужно ой смотрите как ловко я увернулся от фейтала до с помощью этого дабл джампа но можно сказать что у кабала типа дабл джамп очень жесткая вещь в мк позволяющий ему нападать при отступлении и очень сильно просит но смотрите он выжидает он понимает что там у него если он даже два-два ветер переждал переждал начать привыкать помыть помаленьку к моему кабалу но не уважает мои вейкапы совсем не уважает очень зря здесь наконец-то у него получается попасть по мне фейталом но я решаю вопроса дозонить хотя он наверное ждал от меня воздушных атак но именно в этом и прикол что противник ждет что ты сближаешься через воздух а в итоге летит пилам что же друзья на этом пожалуй все всем спасибо за просмотр если хотите поддержать мое творчество на канале донатом то ссылка в описании всем хорошего настроения и всем пока